всем огромный привет сегодня у нас с вами будет очень интересное видео вот такая красивая осень у нас наступает на даче и я вам сейчас хочу сделать парфюмерный обзор на одну очень интересную нишевую польскую марку под названием экзума а вот здесь у меня стоят три полноразмерных флакончика я сделала фото на превьюшку и давайте уже начнем наш очень интересный рассказ ребят всем еще раз огромный привет наливайте чего-нибудь вкуснее сегодня будет очень интересное видео я знаю что вы не любите когда я снимаю очках но к сожалению я просто не могу вот так все видео щурится поэтому я надену сейчас свои очки и мы с вами поговорим о чем-то очень интересным как вы уже догадались лишь пойдет сегодня а вот такой вот марки экзюма это польский нишевый бренд и когда компания экзюма связалась со мной для того чтобы предоставить мне какие-то парфюмы на обзор я немножко была под сомнением если честно я думала что это такое вообще думаю может быть это какой-то какой-то опять парфюмерный бренд который делает известные клоны на ароматы к сожалению таких у нас сейчас брендов очень много и также со мной не раз связывались но я никогда не брала такие товары скажем так на обзор но когда я поговорила с руководителем непосредственно бренды экзюма я поняла что это совершенно другое это действительно нишевый польский бренд который не является никаким клоном я сейчас расскажу вам о своих трех ароматах и там еще будут пробники которые мне прислали мы с вами тоже по ним обязательно пробежимся а вот этот бренд у меня очень сильно удивил и порадовал я не ожидала я правда не ожидал компании экзюма как вам удалось меня меня удивить потому что я уже много чего знаю много чего слышала много чем пользовалась и стаж у меня уже такой достаточно большой парфюмерный но тем не менее я была под огромным огромным впечатлением сейчас давайте уже перейдем непосредственно к обзору ароматов значит суть парфюмерия я уже вкратце так вам продвигусь в чем суть значит а вот экзюма у них три основных направления парфюмерных это первая линейка у них экзюма волк вот такие ароматы представлены как я поняла концепцию вот именно этой линейки то она более направлена на природные составляющие и да это действительно так потом когда я вам буду рассказывать обо всех этих ароматах я вам буду рассказывать также еще и свои ассоциации следующее направление это уже линия которая называется экзюма просто экзюма парфам это основная линейка скажем так и премиальная линейка которая называется привы она уже выглядит вот так то есть это не вот такой черный бархатный черная бархатная такая коробочка здесь просто идет вот такая коробочка а здесь уже что-то типа крафтовой такой бумаги ничем не покрытая такая шероховатая натуральная и естественная бренд этот представлен на нескольких интернет ресурсах я вам все ссылочки оставлю под видео очень доступно будет заказывать этот бренд на вал борис но сейчас там я посмотрела пока что не вся линейка представлена но я думаю что компания будет постепенно пополнять свой ассортимент и в скором времени все ароматы появятся и будут доступны уже на вал борис вот у меня три аромата из трех линеек вот это вот у нас линейка экзюма world давайте с нее и начнем парфюм мне называется чистая вода вот так выглядит флакон здесь такая вот жидкость голубоватого цвета с прозрачной трубочкой серая такая металлическая крышка все очень очень достойно выглядит парфюм этот будет прекрасно подходить как мужчинам так и женщинам потому что на мой взгляд это абсолютно унисекс кстати у нас вот здесь ничего не написано просто да обратите внимание что вот здесь на следующем аромате который мы будем с вами рассматривать уже есть такая приписочка woman то есть это уже чисто женский аромат по мнению самих производителей но это можно легко оспорить потому что на мой взгляд все абсолютно все парфюмы из бренда экзюма они все являются унисекс и вы знаете унисекс он же бывает разное он бывает более такой и фемины и более маскулинный явно пример польши люблю все-таки фемины направленных женскую какую-то сторону унисекс но я знаю многие девочки любят наоборот такой унисекс который больше как бы имеет такие мужские нотки это в основном девчонки которые занимаются спортом ведут активный образ жизни и у них вот такие вот предпочтения а вот что касается аромата pure вот и чистая вода я могу вам сказать следующее а этот аромат очень красив тем что он действительно как чистая вода он такой тонкий звонкий молодой и юношеский он прекрасно подойдет мальчику подростку например у меня сын когда пошел на 1 сентября в школу проходя мимо парфюмерной полочке готов а это что такое я грунт хочешь попробуй он понюхал набрызгался играет о круто и побежал на 1 сентября мне было так приятно что парню подростку 16-летнему так зашел этот аромат он впрочем зашел и мне это такой парфюм который можно взять с собой в отпуск можно взять с собой в спортзал он будет освежать он будет охлаждать он создает какой-то такой витаминный заряд витаминка во флаконе тут у нас в составе черная смородина грейпфрут мускус и фиалка мне помимо всего прочего компания прислала полностью вот такой вот комплект пробников и вы знаете я не 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 с линцой подошла к этому к этому вопросу а все-таки я подошла очень серьезно и здесь вы можете видеть на каждом на каждом парфюме мои собственные пометки я прям ручкой написала свои впечатления об ароматах и поэтому я сейчас вот сюда вот смотрю и читаю то что я для себя отметила это аромат молодости аромат прекрасный для спорта для активных людей для девчонок таких вот зажигалок которые у которых все в руках горит которым все хочется покорить этот весь мир бежать бегом что-то делать и при этом иметь какой-то заряд от чего-то заряжаться этот парфюм он будет очень классно вас зажать он потрясающий он очень красивый вот такой вот действительно молодой и если вы например уже статусе серьезный какой-то дамы но любите выглядеть молодой и стильно то присмотритесь вот к этому аромату он скинет вам с десяток лет это точно всем советую следующий красавчик о котором я хочу вам рассказать это вот такая прелесть называется это вот султан само название чего только стоит этот аромат очень понравился моему мужу когда он пошел с ребенком к логопеду я нанесла на него этот парфюм как только получила я говорю дай-ка я тебя побрызгала ты мне потом скажешь как тебе я его побрызгала они уже стали уходить из дома и он поворачивается и говорит так оставь-ка его мне я так удивилась то есть я крути понравился он когда он очень крутой мой муж принципе он довольно таки равнодушный парфюмерию не так ее много я все время пытаюсь ему что-то новое интересное подсунуть но у меня редко когда это выходит но в данном случае он сам сказал оставь-ка мне его я думаю что мы будем пользоваться вместе посмотрите как выглядит шикарный флакон и вот столько уже нет это 100 миллилитров видите прикол в том что здесь вот такая красивая трубочка мне кажется она из из чего-то такого во первых что не портится в спиртовом составе я думаю что это скорее всего какой-то каучук но смотрится очень стильно что касается аромата то здесь у нас такие красивые ноты как шафран сандаловое дерево пачули мускус уд и также я сделала свои пометки здесь по поводу этого вот султана он у меня вызвал такие ассоциации как будто бы я сижу с любимым человеком на берегу океана а рядом с нами тлеют дрова в костре и мы сидим у костра с клеющими углями и пьем вылез вот такие ассоциации то есть здесь есть какая-то алкогольная нотка здесь есть амбра мускус пачули аромат очень-очень богатый он настолько шикарный я не знаю ничего похожего на этот парфюм это действительно экзума молодцы так сложили так скроили вот эту вот парфюмерную композицию что она заходит и мужчинам и женщинам шикарный дорогой запах на вечер на осень на зиму классно подойдет какому-нибудь руководителю будь то женщина или мужчина аромат который очень сыграл согревает и создает уют вокруг себя вот недаром я провела такую ассоциацию с этим вот костром и двумя влюбленными с бокалом в элиса потому что это именно такое какое-то душевное единение двух сердец и я думаю что когда вы будете в этом аромате то люди находящиеся рядом будут очень расположены к вам то есть если вы хотите какого-то спокойствие душевного даже на работу вот сейчас у нас многие наши мужья и мы женщины кто работают испытывают очень часто стресс на работе да вот это будет очень хорошо успокаивать и держать очень твердому плаву потрясающий аромат достойнейший шикарнейший и посмотрите какое оформление у него просто супер и теперь я перейду к тому что просто взбудоражило мое сердце я этим ароматом поливаюсь уже просто несколько дней подряд и это такой у нас парфюм профума роза здесь у нас каучуковая трубочка но уже такая вот пудрового цвета также как и сама вот эта этикетка это просто бомба вы знаете вот кто смотрит меня давно все знают что я люблю парфюм от мансера роза ваниль я люблю портрет of lady вот такую розу я очень люблю я люблю роуз дараби от armani привык то есть вот такой вот розу немножечко с востоком немножечко со специями ну вот я называю эту розу роскошной есть розочка такая вот как у фридерика маля а ля роз она такая более девичья нежная и ласковая это роза такой уже такой серьезной женщины я обожаю просто этот парфюм и узнаете первое вот вот что интересно у бренда экзума каждый их запах возвращает тебя куда-то какой-то моментовой жизни сейчас одну секунду кофе когда-то лет десять назад супруг подарил нам на годовщину свадьбы поездку в дубай и это было незабываем поездка мы уехали вдвоем это было годовщина свадьбы еще раз повторюсь и у нас был отель пять звезд с плюсом то есть ну для дубая это это очень был роскошный отель и он находился не где-то там в районе марина дубайской да то есть не где-то там в центре он находился именно на пляже джумейра то есть это вот это первая линия рядом с отелем парус я думаю что все знают этот отель парус и когда мы зашли в наш номер в номер нашего отеля я просто обалдела от того как вкусно пахло в номере да он был украшен то есть персонал отеля был предупрежден о том что у нас годовщина свадьбы и у нас было красиво украшено лепестками роз постель в виде сердечка все было очень красиво лежали фрукты стояла шампанское очень дорогое приветственное и когда я зашла в этот номер я просто обалдела как-то вкусно пахнет и потом то есть мы отдыхали где-то неделю и каждый день возвращаясь с пляжа в номер все время стоял вот это после уборки вот этот запах я мужу говорю слушай чем-то у них здесь видимо какой-то фирменный ароматизатор вот мне хочется узнать чем же они это делают так ароматизирует свое помещение что но это но это невероятно это вот просто до мурашек просто до какой-то дрожжи настолько этот запах был потрясающий и когда я первый раз вдохнула вот этот парфюм я сразу поняла чем он пахнет он пах тем самым номером дубайского отеля здесь очень 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 красивая роза она с пудрой она с помадой как я люблю такой ланкомовской кто знает фирменные вот эти вот запахи ланкомовских помад еще советского времени там очень красивый запах розы вот эта роза значит она с пудрой с помадой немножко здесь есть таких жвачных нот вот как я говорю бабулгама ских таких вот игривых каких-то таких сладких таких вот прям с посыпанных сахарной пудрой и в то же самое время здесь есть уд который не дает вот этому аромату скатиться в какую-то компотность детскость еще во что-то он очень серьезный солидный у него очень высокий уровень такая вот планка как у дорогого дубайского отеля ни разу не встречала ничего подобного здесь так хочется что смешали все мои три любимые розы розу маля розу мансеры и розу роутер обе а вот армане привы вот их все как будто бы взяли и положили вот в один флакон и это сейчас моя идеальная роза спасибо большое зума вы просто самое сердце меня удивили и пронзили создав вот этот парфюм я вопрос обожаю и я тебя солнышко хотелось бы продолжить тогда ароматами еще из линейки парфюм это та линейка от которой мне вот парфюм роза и у меня есть пробники к двум ароматом здесь еще black ванилла и aqua intense с моими пометками давайте начнем с black ванила я сейчас буду ругаться возмущаться но не на аромат она тех блогеров которые про него говорили некоторые вещи которые мне вообще не понравились я обычно никогда коллег по цеху не критикую но в этот раз не смогла сдержаться вы знаете меня тут вот есть книжечка где про каждый аромат написано на английском языке написано и указаны ноты этого аромата вот у меня сложилось такое впечатление что человек прочитал ноты и сделал свой вывод и приписал парфюму то чего нет на самом деле значит я услышала такое что этот парфюм black ванила это тоже самое что том ford табака ваниль вот специально не поленилась взяла свой том ford табака ваниль все вот эти ароматы из колбочек я нанесла себе вот сюда девочки не слушайте никогда вот эту ерунду это абсолютные два разных аромата судя по всему блогера просто нет вот этого аромата табака ваниль и плюс ко всему он он даже не удосужился хотя бы его потестить прежде чем делать такие выводы значит это совершенно это совершенно другая история да здесь у нас в составе есть табак есть ваниль судя по описанию вот в этой книжке человек сделал такие выводы но это совершенно не то это свежая ваниль с листом фиалки с нероли с розой с табаком и с бобами тонко вы знаете это очень интересная свежая ваниль лодка плывет поэтому немножко шумно я нахожусь на даче кто-то стучит кто-то лает кто-то едет поэтому не обращаем на это внимание значит это свежая ваниль здесь совсем другая она здесь она да действительно такая табачная алкогольная мощная у нее сексовой ваниль вот здесь ваниль и она больше такая в женскую сторону и этого не такая мокренькая я вот лени своей подружки пыталась описать и как ты знаешь что такая свежая ваниль она где поняла про что ты говоришь то есть ваниль она же бывает разная она бывает и горькая она бывает терпкая она бывает вообще мужскую сторону направлено на бывает по ней такая со специями восточная бывает алкогольная ваниль а здесь ваниль такая свежая вот это вот не роли она дает такую свежую нотку бобы тонко дают этой ванили такую конфетность такая знаете привкус такого леденца и как будто бы вот вы когда кладете белье в стирку добавляете кондиционер для белья и если бы вы в этот кондиционер да вот в какой-то такой цветочный сладковатый добавили пару капель апельсинового эфирного масла и пару капель эфирного масла мяты то тогда когда вы достали это белье она бы пахло вот примерно вот так то есть это такая свежая красивая очень интересно необычная ни на что не похожи никому не верьте не похожа она абсолютно на табак и ваниль это вот такой парфюм black ванила мне он очень понравился и возможно в будущем он у меня потом появится и следующий парфюм который также я очень хочу иметь у себя это из коллекции привы liquid gold и это запах дорогого итальянского бутика максмара там где пахнет дорогим кашемиром вот этой упаковочной бумагой этими витринами из дерева и это запах просто очень каких-то дорогих роскошных вещей в составе у нас кашемир уд ваниль амбра мускус кедр корица и шафран ну аромат прям вообще достойнейший очень мне понравился тоже подойдет и мужчинам и женщинам статусный действительно вот это вот вся линейка черная она такая вот прям очень статусная следующий парфюм из также линейки привы у меня называется сейт курир судя по названию мы должны предположить что здесь у нас есть в составе кожа но в составе она не заявлена тем не менее аромат пахнет очень красиво это кожаный аромат здесь такая кожа фруктовая кожи тоже бывают разные есть кожа такая да вот как тирзовые сапоги многие ее называют есть кожа с ванилью есть кожа с ягодами да вот с малиной например тосканская кожа форда для меня вот это вот кожа с фруктами потрясающий аромат тоже его мне очень хочется иметь обалденный это фруктовая кожа я пометку такой для себя сделала для офиса и высоких должностей то есть этим должен пахнуть какой-то руководитель или руководительница а мне кажется что вот этот аромат будет классно брызнуть куда-то себе в сумочку или в кошелек чтобы так пахли деньги чтобы просто открывая вашу сумку вот этот вот аромат шел на вас потому что он какой-то прям волшебный он очень интересный здесь апельсиновый цвет с геранью пачули ванилью амброй и мускусом очень красивый аромат цент куир называется понимаете здесь куда не плюнь как говорится везде шедевр настолько удивила меня это марка молодцы ребята следующий аромат у меня из линейки при вы называется розы сделала на и это уже роза арабская больше приближенная к той которую я люблю у армане привы роуз дараби но сюда добавили малину и ваниль и кожу и она стала более женственно и более ежедневной для носки потому что армане привы я например на каждый день себе носить не представляю а вот это вот это можно носить каждый день несмотря на то что аромат из вот этой черной линейки и он звучит очень красиво и женственно прекрасная роза и следующие у нас с вами ароматы опять из линейки volt и узнать у меня было такое небольшое заблуждение я почему-то думал что вот это вот линейка мир volt она такая как простенькая что ли то есть запах там какой-нибудь прохлады запах там водопада что-нибудь такое утро там запах запах травы я не знаю запах там еще чего-нибудь скошенного луга но тут не тут-то было я очень-очень сильно удивлена была вот этой линейки volt у меня сейчас в руках про он пробник moving dunes и я думала что это будет что-то типа мы все знаем дюну да от christian dior такой сухой парфюм который на любителя но здесь такие интересные дюны здесь корица с ванильным табаком бензоином удом и кожей писать какая сложная парамида пирамида но она действительно создает вот это ощущение как будто бы вы где-то в деревне бедуинов в египте и вот этот запах этих дюн он такой он такой восточный он такой необычный это не просто дюны да там как песок а это именно дюны такие вот с восточной направляющей очень интересный парфюм табак здесь не выбивается никуда и все это звучит очень так красиво обтекаемо даже больше сладковато чем солоновато в отличие от например той же дюны диоровской очень хороший парфюм не понравился следующий это у нас саузен сам и это вот этот аромат меня прям тоже опять такой камбэк в прошлое это утро на пхутете это когда вы утром выходите на балкон когда все еще спят открываете двери балконные выходите и вдыхаете в себя вот этот утренний воздух который еще не пропитан настолько солнцем не такой тяжелый наоборот такой легкий воздушный пропитанные какими-то экзотическими фруктами морем экзотическими растениями и вот этим вот утром утром на пхукете я почему-то вот так назвала этот аромат какой же красивый это очень красивый аромат здесь амбра гальбанум апельсин томатная ботва дерево гуаяк и цикламен и я думаю что за счет цикламена вот это вот утренняя свежесть чувствуется потрясающий парфюм очень вам советую вот так он называется саузер сам и это солнечный аромат отпускной но не в стиле терракота герлен это опять-таки что-то новое чего до этого я раньше ни у кого не слышала следующий парфюма котором я буду рассказывать он выглядит вот так я хочу чтобы посмотрели сейчас на эту картинку и любите вот этот лед парфюм называется eternal ice и для меня для человека который родился на дальнем востоке так пахнет озеро байкал вот кто бывал на озере байкал вы знаете что у него очень прозрачный лед и особенно красиво ездить туда весной смотреть когда уже лед становится прям максимально прозрачным и видно на много-много метров глубину и вот вы ложитесь на этот лед и начинаете рассматривать все его трещинки и так пахнет ледина на байкале я не знаю как вам описать но это потрясающей красоты какой-то свежий такой леденящий природный настоящий парфюм который здорово смогли создатели передать здесь у нас в нотах танжерин лаванда абсент акватика кориандр жасмин белые цветы мускус и кедр потрясающе красивый аромат мне очень он тоже понравился следующий парфюмы которым я хочу вам сейчас рассказать это у нас белые камни и здесь я слышу такой свежий свежий цитрус с еловыми ветками с иголками и как будто бы запах чистых белых хрустящих простыней с ароматом морского бриза вот так пахнет когда вы плывете в каком-то круизном лайнере выходите на балкончик тут у вас в номере свежей простыни и запах океана вам в лицо это потрясающе тоже свежий такой красивый очень стойкий аромат с морской солью сиренью геранию с пудрой кожей мускусом из сухой древесины да вот именно сирени она здесь создает вот это ощущение что вы где-то находитесь именно в каком-то номере но не в гостинице а именно вот там где есть очень много соленого морского воздуха поэтому почему-то представляется сразу какой-то такой морской круизный лайнер потрясающий аромат и последний это воздух после дождя я знаю что очень многие ищут что-то подобное в парфюмерии и настолько сложно найти действительно красивый аромат с нотками вот этого вот озона свежести какой-то чистоты свежей зелени возможно да то есть все куда падает дождь она же все потом начинает благоухать даже асфальт мокрый асфальт после дождя даже асфальт очень вкусно пахнет земля в лесу все что угодно древесина кто летал на самолете знаете раньше была такая карамель взлетная вот она немножко мятная и в то же время ванильная вот это вот свежесть которая от нее возникала мне очень сильно напомнила вот этот вот парфюм здесь такое ощущение прохладной свежести и чуть-чуть сладости но вот эту сладость здесь дает персик прекрасный аромат и опять-таки мне сейчас вспомнились какие-то наши странствия наше путешествие вот настолько интересен вот этот парфюмерный дом что он сразу заставляет вас вспоминать какие-то ваши моменты из вашей жизни мне очень нравится когда парфюмерия так работает заставляя наши рецепторы испытывать какие-то потрясающие чувства это было в испании мы отдыхали семьей и у нас была экскурсия в город тарагона и было очень жарко это было июль ничего не предвещало дождя и вот вдруг посреди нашей скажем так прогулки уже после экскурсии мы просто гуляли по этим улочкам и вот значит ни с того ни сего начался дождь причем дождь начался такой сильный что по этим узким улочкам тарагоны буквально речь речками стекал дождь он достаточно был такой сильный и мы забежали в какое-то кафе сели там заказали какие-то вкусные сладости испанские мы взяли с мужем кофе сыну взяли чай горячий чтобы согреться и после того как мы посидели немножко в этом кафе дождь резко прекратился и вот мы вышли на улицу опять также ярко светило солнце и такое чувство что дождя и не было лишь вот эти вот капли и сырая брусчатка резко резко начинали испарять вот этот запах этот запах дождя на камнях и этот город тарагона он до сих пор нам с мужем очень сильно вспоминается я не знаю у него видимо у города такая была энергетика плюс вот это вот вот этот ужасный ливень под который мы попали вот эти приятные воспоминания этого уютного кафе эти все запахи после дождя и вот этот парфюм он очень сильно мне пахнет вот этой испанской тарагоны потрясающий аромат я осталась в полном восторге мне к тому же еще положили вот такую красивую шоколадку которую мы сейчас с вами в завершении это видео этого видео с удовольствием съедим потому что я наболтала вам очень много информации я думаю что вам сейчас предстоит непростой выбор потому что ну эти ароматы невозможно не купить я уже себе составила виш-лист на будущее которые хочу приобрести и с удовольствием послушаю ваше мнение если вдруг вы попробуете эти парфюмы обязательно напишите мне свои ассоциации потому что этот парфюмерный дом он очень ассоциативный он не оставляет равнодушными никого поэтому жду ваши комментарии вам неприятного аппетита